Евросоюз продолжит диалог с главой иранского внешнеполитического ведомства Джавадом Зарифом, несмотря на наложенные на того санкции США. Об этом заявил Брюссель. Выскопоставленный европейский дипломат отметил, что ЕС сожалеет о таком решении Вашингтона. До этого США заявили, что, цитата, «Зариф» — это лицо иранского режима для международного сообщества, и что министр стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана. Конец цитаты. В настоящий момент мы ведем переговоры с рядом государств, выдвигаем предложения, обсуждаем точки соприкосновения в решении проблем. Стоит отметить, что сделанные нам предложения не сбалансированы, мы не можем их принять. Из этой конфронтации, вне всяких сомнений, мы выйдем победителями. Это не значит, что ситуация разрешится немедленно, но то, что она рано или поздно разрешится, для нас очевидно. Ситуация в Персидском заливе вызывает озабоченность и в штаб-квартире «Он». Входные ворота залива Армузский пролив на протяжении последних недель становился ареной напряженности, поскольку Иран дважды предпринимал попытки задержать танкеры, ходившие под британским флагом. Я хотел бы еще раз подчеркнуть необходимость уважать принципы свободы судоходства в Армузском проливе, заложенные в международных соглашениях. Стоит помнить, что в данном случае наилучшей стратегией поведения для всех сторон будет максимальная сдержанность, как в словах, так и в действиях. Москва возложила ответственность за обострение на США. Если можно так сказать юмором, возникает ощущение, что в Вашингтоне просто ищут повод для и нагнетания ситуации, и продолжения агрессивной риторики в отношении Ирана, и для перехода к более активной горячей фазе конфликта. К настоящему моменту известно, что корпорация «Бритиш Петролиум» приняла решение больше не отправлять свои нефтеналивные суда через Армузский пролив.